Есть ли препятствия для развития спорта в регионе? За круглым столом на Ринмаре прошли обсуждения проблемных вопросов в сфере физической подготовки. Подробности далее. Федерация Тхэквэндо корейского боевого искусства существует в регионе не первый год. Данным видом спорта занимается немалое количество спортсменов. Более 200 ребят посещают секции у шести тренеров. Сегодня молодые спортсмены готовятся к показательным выступлениям на чемпионате. На данный момент спортсмены, которые уже более готовы и которые будут защищать как честь региона, так же и как сам спортсмен непосредственно, который готовится, который идет по пути спортсмена. Вот сейчас у нас про него тренировочные мероприятия проходят. Уже четвертую неделю мы готовимся. У нас осталась одна неделя перед самым главным для спортсмена соревнованием на территории России. Это чемпионаты первенства России. Помимо более опытных спортсменов Тхэквэндо занимаются и ребята в возрасте от трех лет. Сейчас они также готовятся к своим первым соревнованиям. Для юных, конечно, которые ребята только начинают, которые подойдут к этому рангу соревнований, это, так скажем, для Тхэквэндо, это фестиваль цветных поясов. Чтобы они понимали, что они сознавали, чтобы они видели, учились, к чему они придут и что нужно необходимо делать для того, чтобы достичь определенного уровня. Желание заниматься и стремление к победам у спортсменов есть, но препятствует этому финансовый вопрос. Небольшие финансовые проблемы у нас, например, существовали для того, чтобы поехать. Участие в соревновании, это всероссийское, оно в Казани, оно более далекое. Может быть, транспортная составляющая очень неудобно. Обратился я, как председатель федерации Тхэквэндо, с финансовой, так скажем, проблемой, к Михаилу Леонидовичу Кислякову. Он объяснил ситуацию, мы с ним пообщались. Пообщались вообще не то, чтобы я с проблемой именно финансов, мы пообщались просто по развитию, как спорта, например. За решение проблемы взялись представители регионального отделения партии «Единая Россия». Причем не только по одному конкретному спортивному направлению, но и решили оценить ситуацию в целом. Мы точечно начинаем работать по помощи единоборствам, тхэквэндо, бокс с Михаилом Леонидовичем. Это очень важная и партийная инициатива. И я скажу, что внимание прежде всего должно быть уделено подрастающему поколению. И в контексте соревновательной деятельности мы понимаем, что доступность учреждения у нас существует, и на селе у нас есть спортивные комплексы. Но важно о том, чтобы мы сосредоточили внимание на тех подготовленных ребятах, которые достигают результатов на всероссийском уровне. Поддержка молодых спортсменов на сегодняшний день очень важна не только для развития спорта в регионе, но и для личного роста ребят. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал «Север».